Наверное, если и можно попасть на бабки, то здесь это прям вот как есть. Всем доброе утро! Снежное мороженое утро компании УМЗАП. Это задний двор, стояночка филиала в Долгопрудном. Видим, что она вся забита. Первый снег, первые морозы, начались проблемы. То есть здесь у нас как капремонты, замены головки блоков цилиндров, ремонт головок блоков цилиндров, замена отопителей, плохо заводятся, плохо греют машины. И не работает полный привод. Все, что связано с этой именно погодой, все сегодня здесь. Сейчас пройдемся по цеху, я вам все расскажу, как все это происходит. Обязательно у нас моечка, техническая сейчас снег. Это налить на колесах, то есть сбиваем снег, сбиваем арки. Каждая машина проходит через моечку, загоняют, выгоняют. Первая машина пришла к нам с плохим запуском, плохо заводится утром. То есть не работала ни одна свеча накала, замена свечей накала, ремонт одной топливной форсунки. Ну и по подвеске, то есть так же масла, фильтра, ТО, все произвели, все будет работать. Соренто БЛ. Соренто БЛ. Перестал работать полный привод. Раздатка здесь ТОТ-211. Производили полностью ее ремонт. У нас так же был заклинивший суппорт задний, левый, перебрали. Вот такая куча запчастей, которая менялась. То есть менялась цепь раздатки, потому что при резком ускорении она проскакивала, цепь. И масляный насос, и сальники, шайбочки, втулочки и так далее. Дальше у нас Санта-Фе. Санта-Фе у нас 2.2 турбодизель, D4HB. Здесь головка Газилла. Как обычно, проблема между третьим и четвертым цилиндром. Но клиент пожелал снять, разобрать полностью мотор, подкинуть вкладыши, сменить новые цепи, то есть полностью обслужить. Потому что пробег уже за 400 тысяч, и решил все сделать. Смотрите, как все происходит. Вот у нас, кстати, запчасти. Все прокладочки под турбины, шина свечей, накала обязательно. То есть на этот двигатель H-A и H-B обязательно замена. Шайбочки под форсунки, то есть все полностью. Все, что везде, где есть дефекты, так как пробег уже большой. То есть патрубки, сальники, все меняется. Вот он сам мотор, то есть на стадии сборки. Новый оригинальный ГРМ с новыми вкладышами. Все помыто, все почищено. Так, и дальше, дальше. А вот у нас, кстати, смотрите, у нас выходило не так давно видео по КАЕ мотору, где оборвало шатун. Вот, еще раз покажем, как это выглядит. Шатун развалился вот так на три части. Пробил блок. То есть здесь уже полностью нет смысла брать отдельно блок, коленвал, шатун, потом менять кольца. Не знаю, гильзовка, шлифовка. Но все это будет, наверное, неправильно. Тут, скорее всего, будет замена шорблока. Тут даже немножко постельку погрызло. Погрызло, вот, и по насосику. Как правило, то есть у них на насосах не хватает давления масла. И как только люди вдавливают в полную, переходят отметку в 140, и происходит следующее. Вот такая проблемка. Эта машинка у нас делика, это рабочая. Я сейчас занимаюсь, как Соренто раздаткой собрал. Осталось поставить. Вот это двигатель D4CB. Дальше у нас находится в моторке. Это клиент привез его в коробках разобранный. Где-то его разобрали, сняли, ничего не смогли сделать. Машину он сам привозить не стал. Привез только запчасти сам все. Даже новая, оригинальная, сейчас это, можно сказать, редкость, новая оригинальная турбина Буркварла. Вот она стоит у нас здесь. Новый вакуумный насос, крышка ГРМ, внутренняя разбивает у нас шестерню. Все ролики новые, ремни будут происходить. И вот в таких коробках он сюда приехал к нам. Вот так, видите, как все это. Новый масляный насос, то есть это старый уже выкинули. У меня что? Я сейчас занимаюсь головкой блока цилиндров. Это Grand Star X Euro 5. Пробег почти 300 тысяч, 280. Делал притирку клапанов. Видите, вот он клапан у нас. И седло. Все здесь притирочку. Все 16 притерли, то есть маслосъемные колпачки. Собираем, комплектуем, будем закатывать машину. И собирать. То есть там у нас газы были. Так, что еще? Следующий, следующий цех. Соренто. Можно сказать, новая. Соренто, она не относится к сегодняшней нашей. У нее замена стоек стабилизатора и установка порогов. Дальше Grand Star X. Grand Star X у нас, если не ошибаюсь, евро пятый. Замена цепей ГРМ. Константин у нас тут занят. Вот так сейчас это все замоется, помоется, уберется. И все встанет на свои места. Сзади. Это как раз Kia Bonga на улице стоит. У нее был сгоревший поршень. И побил головку блок от цилиндров. Собрали поршень. Кстати, где-то, где-то прям лежит здесь. Он такой прям очень интересный. Нет, выкинуть его не могли. Да, куда-то он поддевался. То есть, здесь у нас капремонт. Дальше первый портер. Первый портер. У них, смотрите, есть такая проблема. Целовой жгут проводов. Он находится вот здесь в салоне у нас. И вот он сгнивает. Постоянно там отваливаются клеммы, контакты. И поэтому его приходится менять. То есть, у нас он влияет на стартер, на зарядку, на как раз-то свечи накала. То есть, и как только холодно, машина сразу, то есть, не крутит стартер, не заводится, зарядки нет и так далее, так далее. Поэтому он у нас к электрику стоит на замен. Смотрите, какой Старкс пришел. Лимузин. Здесь обычное ТО, то есть масла, фильтра и ничего. Санта-Фе, да, у нас здесь? Здесь у нас Санта-Фе 2.2, евро-пятая. Вроде бы как на удалении экологии, но не ясно еще сейчас. То есть, прежде чем удалять экологию, то есть, принять решение, делаются следующие ходы. Электрик либо смотрит, либо я смотрю. Мы смотрим наличие сажи. Можно ли сделать прожиг, сломаны ли какие-то детали. То есть, по датчикам, и потом уже подсчитываем, что проще, что выгоднее. Все, отталкиваемся от пробега, стоит ли вообще что-то делать. То есть, и к этому решению приходит. Вот этот Соренто. Вот пробег мы, наверное, сейчас увидим. Вот тут очень интересная машинка. Здесь, 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 здесь. Наверное, если и можно попасть на бабки, то здесь это прям вот как есть. Здесь случилось следующее. Пропал полный привод. По пробег, кстати, вот мы сейчас посмотрим на 2014 год, а пробег почему-то не указан. Ну, судя по виду, он, наверное, многовато уже. Ну, ладно, вроде бы должно было быть все как всегда, но нет. Обрезала шлицы чашки дифференциала. Это вот такая штука. Вот у нас в коробке масляный фильтр коробка вскрывалась. Все сальники, которые необходимы при этом замене. И вот чашка дифференциала. То есть, шлицов нет, обрезала. Также туда же, под раздачу пошла раздатка. Угловой редуктор шлицов нет. Вот. Но на этом авто случилось то, что не случалось еще никогда. И сейчас я вам покажу, что это такое. Бывали такие случаи, происходило, что разрывало задний редуктор. То есть, разваливался полностью, откручивалась гайка. Но здесь, смотрите, здесь нет шлицов. Их просто спилило, сточило. То есть, здесь тоже муфту, когда мы снимаем, обслуживаем. Здесь все вычищаем. И эти шлицы смазываем. И вот здесь шлицов нет. И вот она, смотрите, муфта. Я не знаю, сколько она прошла. Никто ее не снимал, не обслуживал. И в ней внутри, в чашке, тоже шлицов нет. К сожалению. Даже здесь, вот смотрите, ее открутили. Видно, что отломано было уже давным-давно. То есть, вот корпус. То есть, это сломан не нами. Вот здесь еще скол. Также вот она пошла. Трещина. Не знаю, сколько она прошла. 200, 300. Это муфта. Но, видите, как бы, по факту есть. То есть, все же то, что мы делаем, снимаем, обслуживаем муфты, разбираем, моем, чистим и смазываем. Это тоже плюс. Если этого не делать, то вот, получается, что может произойти вот такое. Нехорошее. Если у вас есть ощущение, что ваше авто чувствует себя не совсем хорошо в данный период, то есть, плохой запуск и так далее, то ждем вас. То есть, неважно, что у вас не работает полный привод, нужно сделать просто техобслуживание или какой-то мелкий, крупный ремонт. Мы вас ждем. Добро пожаловать. Кто гений, помогает, тот теряет время зря. Попался, попался. Сейчас к директору сходим к нам, посмотрим, как он работает. Установка сегодня будет? Да. Закончил, да, все? Да, надо заканчивать с этим. Мы решили прорекламировать тебя, потихонечку зайти со стороны. Ну, короче, снять, да, 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 да. Думаем. А тут все как-то скучаешь, да. Идея так себе. Да, да, да. Работу, видишь, какая? То есть, как сказать, твою заботу к двигателю. Все чисто, аккуратно. Аккуратно. Ну как, иначе никак. Ну, иначе не будет работать. Все правильно. Оп, и вот нет. Вот, все. В конце, перед крышкой срезаешь. Все, вот теперь, да. Теперь все шикарно. Все. Заканчиваем. Пойду работать. Продолжение следует...